Выборгский парк Монрепо в двух шагах от глобальной реконструкции. Проект, над которым архитекторы, историки, дендрологи и масса других специалистов работали больше трех лет, получил положительное заключение госэкспертизы, пережил все ключевые согласования и общественные слушания. Самое главное для нас в данном проекте это восстановление утраченного, превращение его в такой полноценный объект культурного наследия, потому что достаточно запущенный его вид сегодня. Петербургские архитекторы признались, задача перед ними стояла уникальная, собственно, как и сам парк Монрепо. Такой объект в стране один единственный. В процессе работы над проектом было много нестандартных нюансов и даже открытий, которые, уверены в бюро, еще не закончились. Оказывается, какая-то балка не так стояла, вода, оказывается, течет не там, а тут, камень должен лежать там, а не здесь. Работы, которые, как и весь проект, будет финансировать Международный банк реконструкции и развития, начнутся уже следующей весной. Сейчас выбирает подрядчика, которому предстоит вдохнуть новую жизнь в Монрепо. Это ведь было не просто дворянское гнездо, где собиралась семья, конечно, где справлялись рождественские праздники, где архитектор Джозеф Антонио Мартинелли, он же управляющий, натапливал камины, ждал сюда хозяина. Это было место, где хозяином был президент Императорской Академии Наук. Главный усадебный дом, как и все строения парка, библиотека с флигелем, дом садовника, по проекту должны вернуть свой исторический внешний вид и интерьеры. Будет восстановлена оранжерея, она же летний сад, в которой барон Николаи выращивал экзотические цветы. Что у нас планируется в этой оранжереи? Он будет состоять из двух частей. Вот она как будет выглядеть. В этой части будут тропические растения, здесь будем выращивать субтропические растения, которые потом также будем высаживать здесь в парке. Рядом с флигелем разобьют яблоневый сад и огород, где будут выращивать лекарственные растения. А вот почти от тысячи старых деревьев реставраторам придется избавиться. Как показало фитообследование, валеют даже не единичные растения, а огромные районы парка. Нижнюю часть усадьбы ждет мелиорация. Здесь будут свои Елисейские поля. Кроме того, по проекту в Монрепо восстановят всю прибрежную зону. Развивать водный туризм в Монрепо – это еще один итог глобальной реконструкции уникального скального парка. В этом году здесь уже открыли лодочную станцию. Но когда все пирсы отремонтируют, по воде планируют впустить экскурсионные маршруты. Здесь есть такие места, прошлое которых особенно интересно узнать отсюда. Скалистый остров Людвигштайн и его готическая капелла – открыточный вид и такой неприступный остров мертвых, как его называют в народе. Здесь была паромная переправа. Переправа, которая переправляла останки, гроб с телом усопшего члена семьи Николаи на этот остров мертвых, на этот некрополь, на это кладбище. Сегодня водная граница между миром живых и миром мертвых практически сошла на нет. Заросшее мелководье не более того. Это мрачный остров, это кладбище. Должны убрать все лиственные деревья. Реставраторам и строителям придется непросто. Кроме всего объема работы, соблюдения проектных согласований, нужно будет очень деликатно отнестись к истории этих мест. Авторы проекта говорят, что за три, максимум пять лет, все, что запланировано, можно реализовать. Хотя, оговариваются, самое сложное даже не восстановить, а потом все это сохранить. Марина Челапко, Кирилл Титов, Вадим Корниенков. Последнее известие. Выборг.